В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день с сентября с погоды. В Карачаевске открылась проектная школа «Киберпик». На что направлен данный проект, для кого он предназначен и как реализуется? В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет автор проекта Сабина Ханфенова. Доброе утро всем. Доброе утро, Сабина. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, приехала к нам в гости. И, конечно, я хочу поговорить о твоем проекте. В первую очередь я, конечно, хочу спросить, на что направлен этот проект и в чем его основная суть? Суть проекта заключается в том, что мы предоставляем детям возможность изучить основы программирования с нуля. У нас язык Python и язык C Sharp. Это сейчас актуально, потому что мы понимаем, что у нас есть некоторые проблемы в сфере IT, в частности, в нашей республике, не только в стране. И мы хотим детям дать возможность, чтобы они сами освоили полезный навык. И для них это будет еще ранняя профориентационная работа. Скажи, пожалуйста, любой ли ребенок может принимать участие вот в этом проекте? Да, совершенно любой ребенок, начиная с 7 лет, то есть почти с первого класса. И возрастное ограничение верхнее мы не делали. Мы можем даже студентов пригласить к работе. Ну и, конечно, я хочу спросить более подробно, как эта идея пришла? Идея пришла после конкурса «Большая олимпиада и большие вызовы». Это всероссийские крупные конкурсы, но, к сожалению, в этом году мы не смогли показать достаточно высокие результаты там. Поэтому пришла идея, чтобы именно работать с детьми, чтобы дети могли освоить полезные навыки, языки программирования и уже смело создавать свои собственные проекты и выходить дальше на всероссийский уровень. Кто им в этом помогает, помимо тебя? Помимо меня у нас есть команда преподавателей. Мы собрали они все опытные преподаватели. И плюс мы взяли студентов, которые обучаются по профильному направлению. Для студентов это тоже профориентационная работа, так как в сфере образования у нас, к сожалению, тоже не хватает кадров. Особенно по точным наукам. Это в частности информатика. А как долго ты работала над этим проектом? Все-таки тема интересная и немножко сложная. Идея пришла достаточно рано. И пока она реализовалась, прошло, наверное, месяца 4. Пока удалось собрать команду, продумать вообще всю образовательную систему, программу, что дети будут делать и что мы хотим получить на выходе. Ну раз это летняя проектная школа, вы, наверное, как-то образовывали досуг детей летом? В том числе, да. У нас была задача и организовать детский досуг. Потому что не у всех детишек была возможность куда-то поехать. Некоторые остались в городе или в районе. Поэтому детишки приходили, они могли общаться. Мы и в игры играли после занятий. И, в принципе, не только занимались, но и полезно проводили время. То есть дети были заняты летний период. Они не просто слонялись по улице, но еще и обучались. И, насколько я понимаю, это все происходило в городе Карачаевске? Да, мы собираемся собрать детей из города Карачаевска и Карачаевского района, у кого будет возможность приезжать. И вы планируете презентацию? Вот перед началом нашего разговора ты сказала об этом. Да, мы хотим провести презентацию готовых проектов, потому что детишки, они по завершению работы будут делать готовые проекты. То есть, в частности, мы хотим сделать игры, которые были бы связаны именно с карачаево-балкарской тематикой и языком, чтобы они еще и носили не только развлекательный, но и полезный характер. Ну что же, я желаю тебе удачи. Спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо, что пригласили. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу черкесской редакции в 14.30. «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.